Со времен Первой мировой войны прошло 100 лет. Герои той войны, названной Великой, долго были в забвении. Лишь документы, сохранившиеся в российских архивах, способны открыть правду об их судьбах, победах и уроках трагических событий тех лет. Министерство обороны на протяжении 12 лет планомерно работает над увековечением памяти погибших и пропавших без вести в периоды военных конфликтов, создавая открытые банки документов, доступные всем гражданам. Результат этой работы – миллионы опубликованных архивных документов о Великой Отечественной войне, сотни тысяч установленных судеб ее участников и, наконец, сотни тысяч семей, получивших достоверные сведения о своих родных и близких. В 2015 году при содействии Российского исторического общества началось создание банка документов «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов», который стал новым элементом на карте историко-патриотических информационных ресурсов России. Портал создается, чтобы каждый мог ознакомиться с подлинными историческими документами Первой мировой войны и из первоисточников узнать о роли в ней России и русской армии. Часть списков со сведениями о тех, кто был награжден, пропал без вести или погиб в Первой мировой, сейчас размещена на портале. Любой человек сможет найти информацию и документы о родственниках, служивших в русской армии. Поиск возможен по фамилии, имени, отчеству, дате и месту рождения, датах и местах службы. Чем больше начальных данных, тем больше шансов найти человека. Однако большинство из нас помнит и знает о своих близких из прошлых поколений очень мало. Порою отдельные крупицы информации, в том числе не связанные напрямую с предком, удается найти лишь в документах семейного архива. Поэтому портал позволит искать сведения и по косвенным признакам, примерному расположению мест проживания, гибели или захоронения на современных картах. Например, если известны только фамилия родственника и предположительное место его жительства, можно искать по фамилии в выделенной области географической карты. Такой механизм избавляет человека от необходимости составлять несколько запросов с различными сочетаниями исторических названий губерний, уездов, властей. Результат поиска — это список документов из всех доступных источников, соответствующих поисковым критериям и ранжированных по релевантности. Из списка пользователь переходит на отдельную страницу, где представлена электронная копия выбранного документа, извлеченные из него данные о событиях и персоналиях. Показывается геопривязка данных к местам на карте. На странице также показан боевой путь героя. Помимо найденного документа отображаются места жительства, рождения, награждений, всех сражений, в которых участвовал родственник, и место его гибели. Сражения, битвы и операции будут дополнены схемами с отнесенными современной картой. Это даст возможность более глубокого изучения событий столетней давности. Кроме того, доступен быстрый переход к книгам с описанием операций и сражений, спискам военачальников со ссылками на страницы их биографии, подборком архивных документов воинских частей, в которых служил искомый человек. Эта информация дополняет результат поиска, способствует более детальному изучению обстоятельств и описаний событий того периода. Для удобства генеалогических и научных исследований можно будет пользоваться оцифрованными историческими картами и нанесенными из них наименованиями населенных пунктов Российской империи на современные карты. Помимо персоналей, можно изучать состав и боевые действия определенных воинских частей, составлять списки всех солдат или офицеров в определенном звании, либо родившихся в одном населенном пункте или районе. Банк документов также будет дополнен списком всех воинских захоронений и мемориальных комплексов времен Первой мировой войны, расположенных на территории Российской Федерации и за рубежом. Сейчас созданы механизмы для отображения захоронений в виде списка или на современной карте. Информация о каждом захоронении будет дополнена электронными копиями паспортов, современными фотографиями и 3D-моделями. Важным самостоятельным элементом является раздел «Архивные документы». Развитие проекта предполагает оцифровку и размещение исторических дел воинских частей. Пользователь, зная только номер части, сможет проследить боевой путь и найти описание сражений, в которых мог принимать участие искомый человек. Кроме того, пользователям представлено большое количество справочной информации. Хронология войны с описанием всех ключевых событий, биографии военачальников, полный справочник воинских званий и военной формы российской армии, история георгиевских наград, биографии первых георгиевских кавалеров. Размещены высококачественные фотографии некоторых экспонатов Центрального музея Вооруженных сил России, фотографии периода Великой войны, кинохроника, а также рисунки и литографии с описаниями. Портал доступен с любого устройства и из любой точки мира. Пользователям предоставлены личные кабинеты с сервисами сохранения документов и поисковых запросов, общения и внесения новых сведений и документов на порталы информации, писем и снимков, сохранившихся в домашних архивах. Только объединив наши силы, мы сможем по крупицам восстановить историю войны и судьбы ее участников. Начата реализация действительно значимого для всего российского общества проекта, который откроет доступ к объективной исторической информации. Спустя сто лет, прошедших с начала Первой мировой войны, унесшей миллионы жизней, мы, потомки русских героев, продолжаем восстанавливать документальную историю о каждом погибшем. Субтитры создавал DimaTorzok